Что вот занимался танцами, что снимался немножко в фильмах, и спросили, куда бы нам деться. Ну, может быть, есть какая-то такая специфическая студия, ну, куда обратиться. Нам сказали, вот есть театральный класс, попробуйте туда. Мы пришли туда 27 августа, меня как-то взяли... Там вообще с 10-го берут класс, а меня взяли с 9-го. Повезло, ну, как-то вот так. Ну, то есть меня взяли в обычный класс, но после школы я ходил туда в студию, а с 10-го уже пошел как все учить. Скажите, а одноклассники как относились к вашей театральной деятельности? Завидовали или наоборот нравилось общаться с человеком? Ну, вот в Ялте, например, ну, как-то плохо, на самом деле, относились. Ну, то есть у меня был эпизодик со словами «Мне покрасили волосы в черный цвет». И так они у меня были вот такие, нестриженные. И у нас, представляете, у нас в школе заставляли стричься. Прям у меня от зала шварило, говорит, «Сережа, когда ты подстрижешься-то?» Я говорю, «Ой-ой-ой, не знаю. Давай-ка подстригись, а то, знаешь, что будет». Самая важная цель. Да, да. Мастер-автор. Вот. А тут я еще пришел крашеный нормально вообще. Но, когда меня красили, я попросил справку сделать, что для съемок покрашен и нельзя стричься. Я пришел так, все, я отдал справку, и все меня больше не трогали, и не заставляли стричься. Был неприкосновенный. Вот. А вообще, ну, так, ржали пацаны, говорят, что «Покрасисов». Ну, вот. То есть какие-то основы получали еще даже до театрального института? Да. Вот все, что вы делаете, там, танцы, рисование, фокусы какие-нибудь, ну, мало кто находит в цирковую студию. Это все пригодится, если потом не будет в театральном институте учиться. Чем больше у вас навыков, пианино, гитара, губная гармошка, скрипка, воровые клавы, ну, все пригодится. Я ребятам показывал, но все, все пригодится, где-нибудь. Может, конечно, и нет, но почему нет? Пригодится. Даже на кастингах где-то рассказываешь себе, можешь что-то сказать, там, скажешь «богат» опять же, все. Я вот никак не сяду на школу, да, начал о своих проблемах плавить.